Доброго времени суток! Давайте посмотрим, девочки, совет. Совет от высших сил вам. Мы не будем смотреть ситуацию, мы ничего не будем смотреть. Давайте просто посмотрим один совет. Потому что не один, да? Кто знает. Ещё раз вас благодарю, девочки, за то, что выбираете меня, за то, что смотрите, комментируете и приходите ко мне на диагностику, на расклады и за то, что стали заказывать свечи. Благодарю вас. Мне очень приятно, что вы мне доверяете. Итак, совет вам от высших сил. Что же хотят сказать высшие силы? Девчонки, они хотят сказать, что есть на свете король мечей. Такой холодный, ледяной человек, который ни в коем разе не показывает свои чувства к вам. Да и не показывается к вам, да? То есть где-то там в стороне, скорее всего, тихонечко живёт. Но высшие силы говорят, что не тут-то было. Человек всё ещё испытывает к вам чувства. Человек никак не может забыть то, что у вас с ним было. Человек, скорее всего, как-то внутри переживает всё это, тихонечко, как сказать, тихонечко в стороночке за вами глядя. Либо вспоминая о вас всё время. И что же высшие силы? К чему вы это напомнили, девочки, которые смотрят? Опять вышла карта. Карта влюблённых. Девочки, здесь либо треугольники, не либо, а и треугольники, и всё-таки человек, девчонки, в вас влюблён. Человек всё ещё испытывает чувства. Вы были в треугольнике, и так получилось, видимо, что человек всё-таки как-то от вас ушёл. Либо вы расстались, потому что вам это уже приелось, надоело. Либо человек с семьёй не жил, но так и не смог определиться. Всё равно нужны были бы ему, либо нет. К чему вы высшие силы? Всё-таки это всё нам говорите. А вам говорят, что вы должны с холодом относиться, даже если человек этот припрётся. Ситуация в прошлом была очень, очень с этим человеком тяжёлая и невыносимая. Он довёл до ручки всё. Вас, ситуацию, отношения. Вы должны перестать мечтать и видеть вход обратно в ту ситуацию. Вы должны начать быть жадной. Вы должны начать накапливать все ресурсы. Вы разряжены полностью. И те мысли, которые у вас ещё бывают насчёт вот этого короля мечей, они ведут туда отток. Высшие силы говорят, что вам надо заканчивать с этим, потому что вы ещё и чувствовать себя так можете. Мало того, что ситуация такая у вас была, вы ещё и чувствовать себя можете так же, полностью выжатой, полностью растерзанной и убитой. Даже если вы транслируете миру вашу улыбку, внутри вы можете всё ещё плакать. Вам надо прекратить это делать. Вам надо закрыть эту ситуацию полностью. Вам надо закрыть этого мужчину, вам надо закрыть мозг от него, все мысли от него. Какой ещё совет? Да, девочки, ещё раз здесь Вселенная вам говорит, что вы живёте в иллюзиях, вы всё ещё его ждёте, что вы всё ещё сможете строить какие-то планы, что или вспоминать очень часто, даже если вы не строите планы, вы можете вспоминать об этом человеке. И где-то внутри, вот хоть вы сейчас скажете, нет, нет, и там половина мне напишет, что нет, я уже не жду, я вся такая крутая. здесь показывают, что вы лелеете всё-таки надежду, что этот человек о вас вспомнит, отреагирует как-то, придёт. Вспомните, пожалуйста, что вы красотка, что вы классная, что вы нежная, вы умеете любить, вы готовы любить. Поэтому закройте этого человека, пересмотрите все свои взгляды на жизнь, пересмотрите взгляды на себя саму, пересмотрите взгляды на отношения, тогда у вас наступит тот период, когда придёт человек именно для вас, под вас. Вселенная и говорит, что уйдите, возьмите тайм-аут, пересмотрите всё, отдохните. Чтобы быть вот такой, надо наполниться, а вы истерзаны. Даже если прошли годы, вы всё ещё не можете восполнить вот этот дефицит того, что этот человек мог взять, либо всё то, что ушло именно на вот эти отношения, которые были в одного, можно сказать. Воспользуйтесь, пожалуйста, советом. Субтитры создавал DimaTorzok